Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешил. Номер 54. Аминь. 2 Коринфянам 8 глава 12 стих. Новый завет по толкованию блаженного феофилакта с комментариями. Так. Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Толкование блаженного феофилакта. Заметь мудрость, как похвалил македонян, разумею фессалоникийцев, что сделали сверх сил. Отсих не требует ничего сверх сил. Если говорит имейте усердие, подавайте по силам. Бог принимает это. 2 Коринфянам 8.13. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Но чтобы была равномерность. Толкование. Вы, говорит, не должны давать сверх сил, чтобы другие проводили жизнь в роскоши и удовольствиях. А вы терпели от того нужду и скорбь. Господь похвалил вдовицу, что подала все, что имела. Марка 12.44. Но Павел не делает этого теперь. Отчасти потому, что коринфяне были еще слабы. Отчасти же потому, что они были богаты. Так что если бы подали по силам, то составилось бы большое, почтенное и богатое подаяние. Притом апостол надеется, что пример фессалоникийцев побудит коринфян к большему. И потому предоставляет дело на их волю. И в следующих словах незаметно побуждает их к тому же. Второе коринфянам 8.14.15. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка. А после их избыток в восполнении вашего недостатка. Чтобы была равномерность, как написано. Кто собрал много, не имел лишнего. И кто мало, не имел недостатка. То есть вы богаты имуществом, а они богаты дерзновением к Богу. Поэтому дайте им от избытка имение своих то, чего они не имеют. Чтобы вам получить взамен дерзновение, которым они богаты. И в котором вы имеете недостаток. Смотри, как незаметно располагает их подавать из сверх сил. Если, говорит, хочешь получить от избытка, то и подавай от избытка. Если же хочешь получить полное вознаграждение, то и сам подавай вполне. То есть и тот, и от недостатка, и сверх силы. Впрочем, не говорит этого явно. И так, до сели убеждал, кажется, подая не по сильному. Как будет равенство? Если и вы, и они будете взаимно уделять друг другу избытки. И восполнять недостатки друг друга. Но какое равенство заплотское, давай духовное? Здесь, разумеется, равенство не в отношении к ценности или бесценности подаваемого и взамен получаемого. Но в отношении к избытку и лишению. Вы подаете от избытков своих. И они подают от избытков своих. И опять, вы получаете то, в чем нуждались. И они получают то, в чем нуждаются. Равенство это всецело относится к настоящему времени. А что в будущем веке, то имеет великое преимущество перед подаваемым. Итак, смиритесь, богатые. Потому что в вещах постоянных, неприходящих, вас превосходят бедные. Приводят в примеры бывшие при собирании маны. Чтобы показать, как бывает равенство. Именно, когда богатый, имеющий многое, дает избыток тому, кто имеет малое, то не сам не имеет лишнего. Не имеющий малое, не имеет недостатка в том, что от него получают. То же бывает и с дерзновением к богу. Вместе си внушает и в нечто большее, показывая богатым, что, как при собирании маны, все, и собиравшие больше, и собиравшие меньше, находили себя по равной мере, чем бог наказывал их ненасытность. Так и теперь не должно желать большего. 2 Коринфянам 8.16 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова, такое усердие к вам. Толкование. Сказав нужной милостыни, хвалит, наконец, посланных за нею, дабы они, будучи чужды подозрения, скорее могли возбудить их готовности на пожертвование. Поскольку же первый из них был Тит, то хвалит его, а возбуждение его на это служение называет делом Бога, «Ибо он дал ему такое тжещание, какое и имея вас. Здесь же убеждают их сделать подаяние достаточно честное. Ибо если Бог возбудил его, то без сомнения Бог и просит, чтобы вы сделали подаяние достойное Бога». 2 Коринфянам 8.17 «Ибо хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Толкование. «Из чего видно, что Бог возбудил Тита. Из того, что когда я попросил его, то он с готовностью принял просьбу и не возроптал, но отправился добровольно, ибо когда я еще не просил его, он имел уже собственное усердие». 2 Коринфянам 8.18 «С ним послали мы также брата во всех церквах похваляемого за благовествование. Одни, разумеет, Луку по причине Евангелия им написанного, другие же Варнаву, так как апостол и неописанную проповедь называют благовествованием. Не распространяется в похвалах ему, как Титу, потому что он неизвестен был Коринфянам, а Тит был довольно известен. «Впрочем, и ему сплетает достаточную похвалу, ибо не просто говорит, что он проповедует Евангелие, но и похваляем не в двух или трех, но во всех церквах». Комментарий Игнатия Лапкина «Слово благовестия и есть Евангелие. В проповеди главная цель привести человека ко Христу. Вот за это и похвала от Бога». 2 Коринфянам 8.19 «И при том избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии к высшему вашему усердию». Толкование. «Хвалит мужа и суждением о нем избравших его. Не только говорит славится, как достойно благовествующий, но избран от церквей сопутствовать нам, чтобы был общником нашим и в искушениях, и в опасностях. Это более приличествует Варнаве. Избран в благодать сию, то есть на распоряжение подаяниями, чтобы служил с нами, то есть чтобы и Бог прославлялся, и вы стали усерднее. Ибо когда принимающие подаяния люди испытаны, то ни у кого не может родиться подозрение относительно их». 2 Коринфянам 8.20 «Остерегаясь, чтобы нам не подвернуться от кого нареканиям при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению». Толкование. «Достойно это святой души и многой попечительности и снисходительности Павла. Мы, говорит, послали этих мужей не одного, а нескольких, остерегаясь, то есть предполагая и опасаясь, чтобы кто не заподозрил нас, будто мы из подаяния потребляем что-нибудь в свою пользу. И не сказал, чтобы вы не заподозрили, но от кого, чтобы не обиделись и не подумали, будто их подозревают в таком мнении о нем. И само говорит обилие, то есть обилие подаяний, легко может возбудить в злых людях подозрения, если не примем предосторожности». 2 Коринфянам 8.21 «Ибо мы стараемся добрым не только пред Господом, но и пред людьми». Толкование. «Смотри, как беспокоилась душа Павла, чтобы не подать братьям повода к соблазну, ибо не сказал я чист. Пусть клевечет кто хочет, но как пред Богом говорит, так и пред людьми стараемся о добром, то есть стараемся явиться безукоризненными, и чем они слабее, тем более должность снисходить им, потому что мы снисходим и малым детям, когда нянчим их». 2 Коринфянам 8.22 «Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытывали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас». Толкование. «Присовокупляет и другого, называя его братом и одобряя его на основании испытаний и суждений, как человека усердного во многом и оказавшегося таким многократно». «Возвышать так речь свойственно по хвале. Ныне же, говорит, он сделается еще усерднее, как бы в надежде, что вы подадите более щедрую милостыню, которой он служит. То есть, если должно сказать что-нибудь о Тите, то скажу, что он – мой товарищ, помогает мне в научении вас и доставлении вам пользы. Или, если вы сделаете что для Тита, то сделайте это не для обыкновенного человека, но для товарища моего». 2 Коринфянам 8.23. «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посладники церквей. Слава Христова». Толкование. «То есть, если желаете слышать что-нибудь о других, то и они имеют великие права на ваше доверие, ибо они – братья наши, посланы и избраны от церквей. Что всего важнее, то поставил в конце. Все, что бы не было в них, говорит, относится ко Христу». 2 Коринфянам 8.24. «Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Толкование. «Теперь, говорит, покажите, как вы любите нас и как мы не напрасно хвалимся вами. А покажите это, если им окажете любовь. Ибо то, что сделаете для них, сделайте детей перед лицом церквей, то есть для чести церквей, ибо они представляют собой лицо церквей, пославших их». 2 Коринфянам 9.1. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». Толкование. «Столь долго рассуждал об этой службе прежде и, снова намереваясь беседовать о ней же, говорит, что для него излишне писать о ней. А делает это мудро, чтобы более привлечь их. Ибо когда Павел имеет такое мнение о них, что для них не нужен совет касательно милостыни, то им стыдно было бы оказаться в последствии ниже доброго мнения о них». 2 Коринфянам 9.2. «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Толкование. «Я и сам знаю, говорит усердие ваше, и не только знаю это, но хвалюсь перед другими, что готова вся Ахайя, а не один Коринф, и что ничего не остается, как только, чтобы пришли к вам собирающие милостыню. Итак, мне стыдно будет, если похвалы мы окажутся напрасными и ложными. Выше, говорит, македоняны доброохотны и просили нас. Как же теперь, говорит, и ревность ваша поощрила многих? Не сказал всех, но многих. Одни доброохотны и просили нас, а другие были возбуждены вашей ревностью, ибо многие нуждаются в побуждении. Иначе мы не советовали им, не убеждали их, а только вас хвалили. И этого достаточно было к их убеждению. Смотри, как побуждает и коринфян, примером македонян. И македонян примером коринфян. Вы, говорит, сделались учителями для них. Не окажитесь же учителя хуже учеников. Второе коринфянам 9.3. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. Толкование. Себя самого сделает как бы членом коринфянской церкви и беспокоятся о ней, ибо, говорит, поскольку я похвалился вами, то боялся, чтобы не просрамиться мне, и потом послал братьев, чтобы похвала моя не оказалась тщетной. То есть, да не заблечится похвала моя вами, как пустая и напрасная. Ибо я, говорит, восхищаюсь вами перед всеми хвалиться и перед ними. Итак, если покажете себя не такими, стыд будет общий. Впрочем, не во всем, а только всем случае. То есть, да не постремлюсь в одном предположении моем касательно милостыни, но чтобы вы были приготовлены, как сказал я, и македонянам, что в Ахае уже все готовы, и ни в чем у них нет недостатка. Второе Коринфянам 9.4 И чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Толкование. Ага. Снова обращается к тому же и с большей силой выражает беспокойство, убеждая их человеческими соображениями. Ибо больше стыда, когда кто срамится при чужими лицами. Может быть, говорит, вы рассчитываете на меня, как знакомого вам, но подумайте о кедонянах, которые, быть может, придут со мной, что вероятно, и найдут вас, не сказал нежелающими, но неготовыми. Ибо и то стыдно, если вы не готовы и скоро не можете собрать. Тем более стыда, если вы ничего не собрали или собрали менее надлежащего. Но говоря, чтобы не остались стыдем мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью, смягчает речь свою. Не во всем то есть постыдимся, но только хваление относительно милостыня. Ибо прочее касающееся вас безукоризненно. Говорит же это не для того, чтобы польстить им, но скорее с тем, чтобы сделать их более усердными, дабы похваляемые во всем и в этом не оказались недостойными похвалы и ниже самих себя. Словами не говорю вы, показывает, что они больше будут посрамлены, нежели он, ибо это их грех. под частью же разумеет основание или самое дело или существо похваления. 2 Коринфянам 9.5 Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Толкование. Дабы не показалось будто противоречить сказанному выше, для меня излишне писать вам, между тем, как теперь опять говорит о том же, рассуждает уже о щедрости и о совершении дела с радушием, для чего говорит и послание братьев, побуждая к двум противоположным делам, именно, чтобы подали в изобилие и с радушием, весьма мудро переходит к тому и другому, ибо сначала говорит о радуши при покаянии, а потом о другой статье. Подаяние говорит есть благословение, ибо никто не дает благословение с огорчением, показывает и плод непосредственно из всего произрастающей, подающий исполняется благословение, впрочем, и этим не ограничился, но присовокупил, а не как побор. не думайте, не думайте, не думайте, будто берем это у вас из корыстолюбия, напротив, желаем доставить вам благословение, и так, подающий милостыню, по принуждению, как бы заражен корыстолюбием. Второе, коринфянам 9, 6, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Толкование переходит к другой статье, что нужно подавать щедростью, и говорит, при всем скажу, то есть присовокупляя к сказанному, что не должно подавать бережливостью, не сказал скупо, но употребил благороднейшее наименование бережливости, само и же дело назвал сеньем, чтобы тотчас обратил взор на воздаяние, и понял, что более получаешь, нежели даешь. После речи о подаянии щедростью опять напоминают о подаянии с радушием. Это показывают, как и выше сказано слова, сеет щедро. 2 Коринфянам 9.7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Толкование останавливается на речи о подаянии с радушием, зная, что пример македонян достаточен, чтобы побудить их большему подаянию и пристыдить их, если окажутся ниже тех точка. Врачует же ум их, чтобы совершаемое ими дело было добродетелью, ибо вынужденное не есть добродетель. Поэтому, как истинный учитель, хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали то так, как требует добродетель, и при том добровольно, чтобы награда им была полная, ибо сделанное по принуждению теряет свою награду. Поэтому, говорит, каждый подавай по расположению, а не с огорчением и не с принуждением. Приводит и свидетельство из Соломона. Хотя в извращении премудрого говорится о щедрости, но он относит оное и к подаянию с радушием. Или, если хочешь, к той и другому вместе. 2 Коринфянам 9, 8. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело. Толкование. Этими словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят, если подам много, то боюсь, чтобы самому не сделаться бедным. Бог, говорит, может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую благодать, то есть всякую милостыню. Итак, подавайте щедро, чтобы милостыня ваша всегда и всегда приумножалась. Видишь ли, не богатство просит им, но довольство. Говоря же это, показывает, что не принуждает и не преневоливает их подавать от недостатка, чтобы потом не имели довольства. Вместе с тем, научая, как должно пользоваться дарами Божьими, говорит, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. В благах телесных, говорит, желаю вам довольства, а в благах духовных, ибо это значит слова всякое доброе дело, избытка, чтобы не только с избытком были милосерды, но чтобы усердно делали всякое богоугодное дело. 2 Коринфянам 9.9 Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Толкование. Выше сказал изобилуйте, вы подтверждение всего приводит свидетельство из пророка, расточил, ибо слово это указывает на щедрость и избыток. И хотя подданного нет уже более, но правда, то есть человеколюбие, называет его так, потому что оно правдывает человека и разрешает грехи. Прибывает вечно и здесь, и там. Вот почему милость его бывает любим всеми, а потомки его бывают любим грядущими племенами. 2 Коринфянам 9.10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Толкование. Этими словами просят им и плотских и духовных благ и подтверждают слово свое наглядным примером земледелия. Ибо если засевающим землю Бог подает семя и питающим тело доставляет пищу, то тем более возделывающим небо и питающим душу. В словах «допадаст обилие посеянному вами» говорит о чувственном богатстве, которое, чтобы сделалось сеянием духовным, советует подавать бедным. Ибо через это возрастает в нас всякое доброе дело и обилие правды. Почему и говорит «и умножит плоды правды вашей». Заметь здесь, что Он вводит Бога дающим нам не суетные наслаждения, но пищу, ибо говорит «и хлеб в пищу». Тоже находится у Иесаи 55-10. Второе Коринфянам 9-11. «Так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Полкование «Снова показывает, как должно пользоваться богатством и говорит, что не должно зарвать его в землю, но иметь на всякую щедрость, то есть делиться им щедро. Но так как многие находят щедрость в блудницах и лицидеях, то говорит «я разумею ту щедрость, которая приносит Богу благодарение, и не только благодарение, но многое другое, о чем говорит далее, чтобы показав многие добрые последствия щедрости, сделать их более усердными к ней». Второе Коринфянам 9-12-14. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу, ибо видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизвыточествующую вас благодать Божию». Толкование. «Дело служения сего говорит, то есть помощь имением, делает многое, ибо не только восполняет нужду братьев, но и избыточествует, то есть доставляет им более нужного, и много благодарений вызывает служение это, и свидетельство о служении человеколюбия. Они прославляют Бога за то, что вы так покорны Евангелию, что исполняете повеление его с щедростью, ибо Евангелие учит милостыне. И иначе прославляют они Бога за простоту и доброту вашу, изливаемые не только к ним, но и ко всем верным бедным. Ибо они не завидуют, подобно другим нищим, но благодарят, что подаете и другим, что служит признаком великой добродетели их. Поэтому столь независливым и столь добродетельным должно подавать с большей щедростью. Кроме того, еще молятся о вас, как бы удостоится видеть вас, не ради имений, но ради благодати Божией, с изобилием данной вам. Опять дело милостыни называют благодатью, приписывая все Богу, чтобы они не возгордились. Словами преизбыточествующую благодать Божию, побуждает их сделать щедрость свою более обильной, чтобы не превозошли и не победили их другие. Комментарий Игнаэлтия Лапкина. Какие похвалы благочесть, благовестию? Чего лишилось православия, заменив благовестие богослужением на непонятном языке? 2 Коринфянам 9.15 Благодарение Богу за незрешенный дар Его толкования даром называют благо бывающие от милостыни к подающим, так и принимающим. Или напоминает о благах, которых мы удостоились через воплощение Христа, говоря как бы так. Не думайте, что вы делаете великое дело. Благо, полученные нами, от Бога неизреченны. Что же великого в том, что мы подаем малое и бренное? 2 Коринфянам 10.1 Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас скротостью и снисхождением Христов. Толкование. Кончив речь о милостыне, теперь начинает говорить со строгостью против лжиапостолов и порицавших его, как скудного умом и безрассудно хвостливого, и намеревается отстаивать себя, быв вынужден к всему, чтобы не потерял уважение проповедь. Указывает и на дела свои, и на данную Бога благодать. Поэтому тот не погрешит, кто назовет это послание похвальным словом Павлу. Начальные слова, направленные против тех, кои называли его бессильным и самохвалом, содержат как бы такой смысл. Прошу вас, сам я, Павел, учитель во вселенной, ибо слова я же, Павел, означает достоинство и выражает как бы следующее. Вот, я сам, Павел, говорю вам, и прошу вас, чтобы не заставили меня, порицатели мои, употребить власть мою против них. Много значит и то, что апостол просит, а он еще вводит посредство кротость Христову, говоря, как бы так, устыдитесь кротости Христовой, которую, моля я вас, вместе с тем показывает, почему щадит их, именно подражая снисхождению Спасителя Христа, а не потому, чтобы не имел силы. Итак, не вынуждайте меня отступить от кротости, которую до того люблю, что предоставляю и вам посредничество, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, или говорит иронически, пользуясь словами порицавших его, ибо они говорили, что когда лично бывает у них, то не стоит никакого уважения, напротив, малозначителен, достоин презрения, а когда находится в отсутствии от них, то надмивается, ведет себя величаво и угрожает, или истинно говорил о себе, что он, когда находится у них, бывает смирен и кроток, и если говорит теперь с важностью, то делает это не по высокоумии, но по надежде на них. Все. Все. Продолжение следует...